добрый день Сергей Евгеньевич мне очень приятно что вы согласились встретиться и обсудить вопрос по теме кодекс дзюдо но я его называю так кодекс дзюдо на самом деле это я хочу рассмотреть немножко объемно и с точки зрения вообще боевых искусств в частности можно затронуть и дзюдо и самбо как системы боевые и вообще применительно к жизни нашей обычной у меня есть этот кодекс дзюдо под рукой и есть некие человеческие качества которые вошли в этот кодекс и с вашей точки зрения хотел бы от вас услышать как вы думаете эти качества человеческие могут ли иметь место быть вообще в спортивной составляющей дзюдо самбо могут ли они вообще развиться в человеке с помощью занятий и как это может повлиять вообще на человека эти качества влияют в отношениях между людьми я сейчас их все озвучу и они здесь стоят в определенном порядке этот кодекс дзюдо озвучил канадзигора когда он создал свою школу когда канадзиго но я думаю что в процессе разговора мы как я уже сказал затронем и самбо и дзюдо дружба уважение искренность честность скромность самоконтроль храбрость вежливость вот эти качества почему они в таком порядке стоят я честно говоря не знаю может быть по степени важности или просто набор беспорядочный возможно у вас есть будет тоже своя точка зрения но вот дружба дружба и здесь вот есть такая пометка самое чистое из всех человеческих чувств на взгляд дружба что это на ваш взгляд и как это можно ли развить дружбу с помощью занятий во имя искусства в частности дзюдо и самого ну любой коллектив порождает какой-то восстановление какие-то взаимоотношения то есть если человек долгое время не может адаптироваться то как инородное тело он уйдет или коллектив его уйдет или он сам уйдет но это можно примитивно к любому коллективу можно этом на заводе тоже есть коллектив а непосредственно все таки вот коллектив людей изучающих боевые искусства но коллектив людей соревнующихся между собой не сложно говорить о таком массовом понимании дружба то есть вот 30 человек и все дружны я думаю что здесь дружба все таки это такая единичная тема то есть это вот отношение очень близких по духу людей которые вот мы скажем вектора восприятия мира сонаправлены они как бы в унисон да потому что здесь может быть вариантов говорить там коллектив иногда люди объединяются с целью достижения какой-то промежуточной цели или милиции да то есть в этот момент они смотрят в одну сторону и казалось бы тоже будут дружны они помогают друг другу они ну вот не готов сказать что вот что друзей у меня сколько я учился в разных организациях что друзей у меня очень много то есть я бы назвал вот друзей их очень мало то есть уже вот в течение жизни хорошо а практика занятий самбо практика занятий дзюдо преподавания в этих направлениях они улучшили ваше ваше качество дружбы знаете ли ваше понимание дружбы я вот спрашиваю что не достиг каких-то спортивных результатов я просто вспоминаю свои ощущения ощущение допустим когда я просто выходил на соревнования какие-то индивидуальные соревнования когда я выходил за команду то есть вот лично во мне развито чувство коллективизма то есть это то есть я человек команды то есть за команду я всегда выступал лучше чем за себя лично вот я никак для себя не мог понять я до сих пор не могу ответить на вопрос почему мне было так безразлично выступать в индивидуальных соревнованиях а вот за команду я всегда бился бился и может быть даже когда работал тренером я тоньше чувствовал именно командное соревнования мог настроить ребят и мог подобрать на схватку тот состав которые ну практически никогда не ошибался Сергей Евгеньевич мы точнее это моя маленькая оплошность мы в начале беседы я немножко то ли переживают не знаю наверное что это не то говорить не 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 забыл во первых видеокамеру нет включил камеру но сказать что поприветствовать всех зрителей которые будут смотреть наше видео да и сказать что это видеоканал планеты дзюдо или что Сергей Евгеньевич Табаков личность известная в мире дзюдо и самбо ну так сказать не можешь представить а то мы сразу начали кодекс дзюдо а зритель может быть немножечко это не увидел но в любом случае поздоровался я поздоровался со зрителями вот мы все поздоровались с вами поэтому категория дружба она такая очень деликатная это также как любовь то есть никто не может дать определение любви то есть ну как бы партнеров может быть много а любовь одна да и здесь мы можем совместно с кем-то делать общее дело но друг один переходим к следующему качеству это уважение что вы хотели услышать ваше мнение вот уважение все-таки это в кодексе дзюдо да значит для меня хочется узнать человек который уже в нем взрочно вот это качество уважения должен начать заниматься дзюдо самбо или человек который приходящий с низким тембром ну не знаю как с низкой оценкой уважения он процессе занятий сможет вот это качество в себе повысить и оно будет у него возведено в такой достаточно высокую степень смогут ли занятия самбо вот все-таки это кодекс да некие правила значит мы трактуется же все-таки многие говорят что занимаясь самбо дзюдо мы там воспитываем себе там вот такие вот качества в том числе вот качество уважения знаете я думаю что здесь все идет от педагога вот я примеры приведу которые близки мне да близки ну я например Евгения Михайловича его воспитанник вы многих знаете многих интервьюровали многих писали очень сложные и очень разные люди и очень сильные то есть в мире ну как бы в сегодняшнем мире это очень люди состоялись они в профессии состоялись они в спорте состоялись то есть ну это такие не знаю монстры но никто никогда ну я не слышал мне про Евгения Михайловича не сказал худого слова они могли друг на другу там что-то говорить то есть ну единственное вот самое ушедшее один из учеников сказал я так хотел чтобы он не заменил погибшего отца то есть а он со всеми одинаков и это наверное самое такое ну негативное что я слышал хотя сам человек уже вот его тоже на тот свет и это наверное самое такое вот что я слышал негативное ну и тут в таком позитивном аспекте то есть он хотел чтобы вот этот человек пришедший с войны который занимался их воспитанием тренировал их чтобы он восполнил вот ту утрату которую постиг он и Дражкевич да ну вот у меня очень хорошее теплое царство небесное я вот недавно в этом году исполнилось 70 лет моему учителю Соколову Юрию Санычу и я все время недоумевал то есть я уже взрослым к нему пришел и ну собственно говоря выбор профессии был обусловлен именно общением с этим человеком причем я не помню прием которые которым он обучал я просто помню насколько мне радостно было бежать на тренировку насколько для меня важно было общение с этим человеком и я просто ездил к сожалению не работает сегодня то есть по разным причинам живет за 10-50 км от Москвы и я вот прям в день 70-летия я отложил все дела я на весь день туда уехал там под дверью и это был ну вот я сейчас оглядываюсь за последнее время самый такой светлый день ну просто общались ничего не нужно ничего вообще друг от друга ничего не нужно нужно просто общение и что самое интересное думаю может быть я какой-то такой неправильный да какой-то такой фантазер романтик те ребята которые у него занимались например когда он еще в Москве был то есть ну там человек 20 который уже давно там в спорте практически никто не остался кроме меня какие-то стоматологи какие-то там охранные то есть очень разные люди они собирались в этот день в день его рождения чтобы прийти и просто побыть вместе сказать какие-то теплые слова причем искренние и нужно было в какой-то момент бросили клич так вот по кругу пустили шапку купили машину прошло какое-то время машина составилась бросили шапку по кругу сбросились обновили машину ну кто сколько кто сколько кто кто сто кто тысячу кто рублей кто тысячу долларов да то есть и ну как как объяснить то есть что этих людей объединяет это это уважение к учителю оно было взращено с помощью занятий или оно просто вы знаете знаете я просто вспоминаю почему я я был в другом месте то есть я пришел поздно начал заниматься пришел в платную секцию и когда мой преподаватель а я уже ну как бы сравнительно взрослый не совсем маленький видел когда на те деньги которые я принес за занятия садится на такси и домой едет на такси я напрягся ну сегодня это может быть не очень так остро а вот в то время когда вот только эти первые кооперативы ну это там совсем давно было да только-только зачаточные то есть это было как для меня я просто понимал как тяжело там доставались эти деньги моей семье там и то есть для меня это было и когда я пришел вот случайно попал в секцию и он сказал это вот мой учитель это мой человек это мой наставник и когда был выбор куда идти дальше учиться выбор был большой то есть спектр всяких то это ну наверное таким самым значимым фактором чтобы ну плюс я уже работал тренером еще до армии поэтому это просто был таким катализатором для того чтобы в выборах профессии одно еще из качеств записанных да да следующее мы переходим плавно будем переходить это искренность искренность в боевых искусствах искренность в самбо в дзюдо человек приходит может ли оно быть развито с помощью занятий каким образом это это можно вообще вот все эти качества вот дружба уважение искренность вот мы к третьему перешли я я просто вот хочу ну ваше мнение услышать возможно ли это или все таки это невозможно с помощью занятий это воспитать в человеке вот ну в данном случае вот мы к искренности приходим и что такое искренность давайте мы сейчас поговорим то есть в принципе где человек может ну скажем где может происходить вот это педагогическое воздействие то есть ну мы все идеализируем то есть мы сейчас говорим об образе какого-то идеального человека который ну вот который должен обладать всеми этими качествами то есть это а семья семья да ну прежде всего то есть где рождается где постигает первое ну там последовательные параллельные какие-то структуры неважно частные или государственные соответственно это ясли сад школа институт ну соответственно секция или какие-то еще там студии музыкальные школы то есть это вот те организации которые воздействуют на вот этого молодого человека там девушку с тем чтобы ну все по-разному да то есть говорят что сын вора будет вора такая есть фраза да яблоко яблоко недалеко катится поэтому здесь и это к вопросу что важно что безусловно это закладывает семья вот самоотношение то есть для чего там допустим занимается ребенок занимается этим то есть для чего его почему его привели или он сам пришел то есть здесь много фактов почему вот я рассказывал историю что меня привело в секцию там где я учился в школе там не было рядом секции да и но мне казалось что я я был самый сильный в школе там я всех там мог завалить там и так далее то есть ну это так вот от природы да поехал в деревню летом отдыхать мальчишка который на два года моложе который занимался я допускаю что у Синильникова там на Цветном бульваре ну мы так шутя сцепились я его бросил мне сделал болевой причем я понимал что я не могу никак даже ну мои силы не могли мне получить этого преимущества мы опять сцепились я его опять бросаю и опять он и делает болевой вот это была такая подщечина то есть для меня это был прям вот что все я должен заниматься все хватит шутки в сторону то есть и не мама привела не папа не привел да то есть я сам себе сказал что мне это нужно то есть я хочу понять почему я ну люди же по-разному приходят кто-то не уверен в чем-то кто-то там ну вот приводит там такого вот мальчика который воспитан там ветром там говорит мама сказал вот вы должны с него сделать мужчину уже как бы время ушло мужчину раньше надо было делать да то есть воспитывать воспитывать его но вот как-то так что-то тем более столько неполных семей и воспитывают мамы и соответственно такие достаточно сложно сложные условия да то есть иными словами здесь вот эти качества которые в кодексе дзюдо были декларированы кана они они универсальны они универсальны они не значат что именно вот придя в этот клуб или секцию там вот здесь вот здесь вы разолью то есть можно заниматься чем угодно то есть а насколько эти качества а насколько эти качества позволяют человеку правильно выразиться обустроиться в том коллективе куда он пришел ну вот я опять возвращаясь назад почему я немножко увел да то есть смотрите для меня очень важно но я так понимаю что как бы с одной стороны общество влияет на развитие личности в том числе личность может влиять на какие-то процессы то есть когда я прихожу куда-то то есть я у меня есть какие-то внутренние взгляды на мир и мне кажется что так должно быть неважно пришел я в сборную команду или там директором клуба то есть у нас даже такая смешная история была это у меня мой зам директора пошутил когда мы создали команду из тренеров и обслуживающих персонала и так как я не то что заставлял я так очень ненавязчиво ненавязчиво ввел это в обиход что все друг друга взрослые люди называли пойми общество и у нас команда была если фотографии посмотреть показывает там там Иваныч Вячеславович ну и команда скиф скиф ну вот в память о Чумакове то есть там не было там Максимова Табакова там Новика там были Анатольевич там Владимирович Евгеньевич то есть там там были его отчества то есть это было это было и я могу сказать очень интересного пример Чумакова то есть опять возвращайся знаете как как он менял людей самих отношений к самим себе то есть первые курсы это поступили абитуриенты называл их по фамилии там на втором третьем курсе он называл их по имени все он всех знал когда там рождением все ну и пусть это подарок не подарит но вслух скажет а вот у нас тут в субботу был день рождения там у Александра давайте мы его поздравим ну как он всегда ну вот а четвертый курс когда четыре учились он по именуществу называл выпускников высшая школа тренеров аспиранты по имени общества то есть выстраивался ну можем сказать современный мир все общаются на ты по имени зачем зачем какие-то отчества то есть вот смотрите через слова через отношения к людям он выстраивал и люди в собственных глазах росли они росли в коллективе они росли по отношению к самим себе и это было нормально были ли какие-то случаи негативные были там была неприятная ситуация когда один из там самбистов подрался там с с патрульными там причем ну как бы подготовка что